Приветствую! В свете проведения мобилизации в Украине актуальным является вопрос отказа от прохождения ВЛК ВИСКОВО ЛИКОРСКОЙ КОМИСИИ. Для того, чтобы определиться с тем, а можно ли отказаться от ВЛК, нужно сначала определиться, в принципе, является ли ВЛК обязательной и есть ли у нас обязанность проходить ВЛК. Естественно, мы поговорим и о возможных юридических последствиях отказа от ВЛК, имеется в виду административная либо уголовная ответственность. Итак, начнем с первого. А предусмотрена ли обязанность проходить ВЛК законодательно? Ответ на этот вопрос содержится в законе Украины о воинской обязанности и воинской службе, в котором в части 10 ст. 1 записано следующее. Граждане Украины, которые приписаны в els И так, как мы видим, в законе Украины прямо предусмотрена обязанность. Граждан Украины проходить медицинский осмотр. Конечно же, здесь вы уже можете сказать, стоп-стоп, ты же прочитал что? Что граждане Украины, которые приписаны до призывных больниц, або перебывают в запасе. А я не приписанный, я никогда не был в войскомате и так и другое. Мне это не относится. Друзья, ну, к сожалению, относится. Почему так? Потому что есть у нас статья 2, и в этой статье 2 есть пункт 13, часть 13, прошу прощения, в которой написано, что граждане Украины, которые приписываются до призывных больниц, направляются для подготовки до військовой службы, особи, которые призываются или принимаются на службу в військовом резерве, та військово-зобовязанной, признанной для комплектации за соответствующими військовыми обликовыми специальностями та іншими специальностями в службе безопасности Украины в службе безопасности Украины подчас проведения мобилизации, проходят обовязковый медичный огляд. То есть, как мы видим, даже если вы никогда не были в военкомате, даже никогда не становились на учет в ТЦК и ИСП, все равно, если вас призывают, то вы проходите медицинский осмотр, проходите ВЛК. То есть, обязанность пройти ВЛК предусмотрена законом. Кроме этого, обязанность проходить ВЛК записана в правилах воинского учета, где в пункте 1, под пункте 4 указана, собственно говоря, вот эта обязанность. Проходите медичный огляд. Теперь перейдем уже непосредственно к вопросу, а можно ли отказаться. И, говоря о возможности отказа от ВЛК, многие люди ссылаются на Конституцию Украины. И, в частности, ссылаются на часть 2 статьи 28 Конституции Украины, где написано, что «Жодна людина без ее вильной згоды не может быть поддана медичным, науковым или другим доследам». И вот, основываясь на этом положении Конституции, считают, что можно отказаться от прохождения ВЛК. Вот здесь я не соглашусь. Почему? Потому что здесь мы говорим, Конституция, если быть точнее, говорит о том, что человек не может подвергаться опытам, исследованиям. Когда же мы говорим о медицинском осмотре, то он не описывается категорией опыт либо исследования. Медицинский осмотр – это несколько другое. Поэтому здесь, ссылаясь на эту часть Конституции Украины, не получится отказаться от ВЛК. Также люди, рассматривая возможность отказа от ВЛК, ссылаются на 43 статью «Основ законодательства об охране здоровья», где в части 1 сказано, что «Згода информованного, відповідно до статті 39 цих основ пациента, необхідна для застосования методів диагностики, профилактики та лікування». И вот, основываясь на этой статье, есть такое мнение, что можно отказаться от ВЛК. Мол, есть правило, да, вот здесь, согласно этому правилу, можно отказаться от методов диагностики. А как мы с вами знаем, когда мы проходим ВЛК, да, там как раз используются эти методы диагностики. Друзья, вот здесь мнение разных юристов расходится на самом деле. И одни трактуют, каким образом, что вот это правило, оно самое главное, и на его основании можно отказаться от прохождения меткомиссии. Кто-то говорит о том, что это общее правило, а закон о воинской обязанности и воинской службе – это специальный закон. А в юриспруденции есть такое правило, что при наличии общей нормы и специальной, мы используем специальную норму. И, соответственно, нужно использовать не основы законодательства Украины об охране здоровья, а нормы закона про ВО и ВС. Вопрос даже не в том, можно отказаться или нет. Вопрос в том, что будет делать государство, когда вы откажетесь. И, соответственно, мы открываем Кодекс Украины о административных правонарушениях, и там имеется статья 210, которая называется «Порушение призывникам и військовозобвязанным и резервистам правил військового облику». Как мы с вами знаем уже, в правилах воинского учета записана обязанность проходить медицинский осмотр. Соответственно, отказ от медицинского осмотра будет означать, что правильно, нарушение правил воинского учета. А за нарушение правил воинского учета вот у нас есть соответствующая статья. При этом, при этом, обращаю ваше внимание, что поскольку сейчас особый период в Украине, то руководствоваться надо частью второй. Поскольку именно здесь указано о нарушениях в особый период. И, как мы видим, здесь, соответственно, отказ от прохождения ВЛК, поскольку это есть нарушение правил воинского учета, будет иметь своим следствием административную ответственность, видя штрафа от 850 гривен до 1700 гривен. Но остановится ли ТЦК и ИСП на этом в своем желании привлечь вас к ответственности? Дело в том, что есть еще и Уголовный кодекс. И в Уголовном кодексе есть статья, которая имеет вот такое название Ухилення від військового обліку або навчальних зборів. И здесь сказано, что Ухилення призывника військовозобовязаного резервюста від військового обліку після попередження, сделанного відповідним керівником ТЦК и социальной поддержки, керівниками відповідних органів СБУ, відповідних подрозділів СБУ, карается штрафом від 300 до 500 неоподаткованных минимумов доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року. То есть, к чему я веду? При желании ТЦК і СП можуть довести ваш отказ от прохождения ВЛК до Уголовной ответственности и подвести под вот эту статью, что отказываясь проходить медицинский осмотр, отказываясь проходить ВЛК, вы таким образом уклоняетесь от воинского учета и, соответственно, вот такая ответственность. Что значит этот штраф? Как мы видим, 300 необлагаемых минимумов это у нас что? Это 5100 гривен, 500 минимумов, это 8500 гривен. Исправительные работы на срок до одного года это наказание, которое человек отбывает по месту своей основной работы, то есть вы живете своей обычной жизнью, ходите на работу, а по решению суда из вашей зарплаты в доход государства будет удерживаться определенная часть вашей заработной платы. И, собственно говоря, вот таким будет наказание. Итак, подведем итог. Законом Украины ОВО и ИВС предусмотрена обязанность граждан Украины проходить ВЛК. Что касается отказа от ВЛК, то последствием отказа от прохождения ВЛК будет в первую очередь административная ответственность и штраф в 1700 гривен, максимальный штраф. Как вариант, если ТЦК и СП будет настойчив, то в дальнейшем человека могут привлечь к уголовной ответственности по статье 337 Уголовного кодекса «Уклонение от воинского учета». Если вы считаете данное видео полезным, то поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы на нем найдете много полезной информации о том, как защитить свои права. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»